О резкой смене председателя садоводы узнали случайно. Ничего не подозревавшая руководительница пришла в банк. Нужно было выплатить зарплату охране. Правда, провести операцию не дали. Сотрудники рассказали, что в саду новый начальник. Наши бухгалтеры не смогли зайти в интернет-банк 28 марта. Только таким образом мы узнали, что сменился председатель. Позже через суд мы наложили обеспечительные меры и заблокировали все расчетные счета, чтобы наши деньги не пропали. Разбирательства дошли до суда. Больше всего садоводов удивила невиданная поддержка нового председателя. Судя по документам, за его избрание проголосовала половина членов СНТ. Это порядка 500 человек. После 2022 года ни разу ни одного собрания по избранию какого-либо председателя не было. Все садоводы утверждают, и никто суетина в глаза не видел, и что он собрание проводил по избранию его в качестве председателя, этого не было. После смены председателя в СНТ уволили всех охранников. Теперь там проходной двор. Есть риск срыва сезона. Поливать грядки будет нечем. Насосная подстанция на момент съемок стояла в разобранном состоянии. Мы обычно в это время уже пробную воду получаем, набираем воду, для того, чтобы засеять расходу. Вот водоем технически, откуда водоем, посмотрите. Где вода? Воды нет. Вода должна из мяса идти. У садоводов много вопросов к новому председателю. Только задать их люди не могут. Говорят, он игнорирует все приглашения. Кроме повесток. В Курчатовском районе уже состоялось предварительное заседание по поводу смены власти в СНТ. Садоводы переживают, что новый руководитель благодаря своей работе в МВД может выйти сухим из воды. Просим помощи! Диана Пуцунтян, Сергей Олейник, 31 канал.